Русский Север Русский Север Русский Север Русский Север В дремучих лесах расположилась резиденция российского Деда Мороза. Вологодская область – один из наиболее развитых индустриальных регионов страны. Благодаря крупному и стабильному производству область входит в перечень регионов экономических доноров. Основой его экономики стали литейная промышленность. Один из крупнейших металлургических холдингов мира «Северсталь» находится в Череповце. Административный и культурный центр области – Вологда. Кладовая русских традиций – родина удивительных ремесел и промыслов. Город, подаривший России немало великих людей, поэтов и композиторов, промышленников и государственных деятелей. Своим трудом они украшали и укрепляли страну, разнося по всему свету славу о своей малой родине. Вологда – город, где память о прошлом помогает создавать будущее. Один из древнейших городов России. Вологда впервые упоминается в летописи одновременно с Москвой в 1147 году. Положение города изначально выбрано удачно. Вологда связала молодую столицу русского царства с северными морями. Иван Грозный не раз жаловал северный город своими визитами. По его приказу возвели жемчужину вологодской архитектуры в величественный Софийский собор. Он был задуман царем как копия Успенского собора Московского Кремля, в котором венчались на царство русские государи. Во все века сохраняла Вологда свое духовное и культурное значение. Здесь возводились прекрасные церковные и гражданские строения. Уникальные памятники старины до сих пор украшают Вологду. Но время не стоит на месте. Вокруг древнего центра с годами вырос современный, кипящий будничной жизнью город. Вологда сегодня – это крупный транспортный узел в Европейской России. По железной дороге, автомагистралям или на самолете. Отсюда легко добраться в любой уголок нашей страны. В Вологжане живут между двух столиц. 460 километров от Москвы, 630 километров от Петербурга. Население Вологды составляет около 300 тысяч человек. В Вологде сосредоточены органы власти и управления региона. Муниципалитет заботится о благоприятном инвестиционном климате города. Здесь немало серьезных профессионалов. Больше половины Вологжан имеет высшее образование. Хороший трудовой потенциал делает областной центр привлекательным для инвесторов. Развитая промышленность и инфраструктура открывает широкие возможности производственной кооперации. Высокий уровень малого бизнеса – результат поддержки городской власти. Взаимное сотрудничество позволяет создавать новые рабочие места и притворять в жизнь самые смелые предпринимательские проекты. Столица области – центр инновационной деятельности региона. Молодые вологодские ученые, студенты, предприниматели участвуют в конкурсах инновационных проектов, где представляют свои разработки. Самые значимые из них получают правительственные гранты и реализуются в секторе реальной экономики. Один из самых популярных конкурсов носит имя известного русского мецената XIX века Христофора Леденцова. Вологда – город с развитой многоотраслевой экономикой. Основой экономического процветания областной столицы стали построенные в советское время промышленные предприятия. В городе сосредоточено почти все машиностроение и металлообработка области. Здесь производят высококачественные оптические приборы как военного, так и гражданского назначения. Линзы, бинокли, приборы ночного видения пользуются в России и за рубежом заслуженным спросом. Станки и дорожные машины вологодского производства разрабатываются по последнему слову техники. Знаменитые на всю Россию подшипники не раз получали призы на зарубежных промышленных выставках за свое исключительное качество. Во многих городах страны пассажиров возят троллейбусы и автобусы, изготовленные в Вологде. Разработаны низкопольные модели, приспособленные для перевозки людей с ограниченными возможностями. Их закупают транспортные предприятия страны. Всемирную известность в Вологде принесли предприятия молочной промышленности. Вологодское масло. Его традиционные рецепты сохраняют опытные мастера-технологи. Специалистов для предприятий отрасли готовят в молочно-хозяйственной академии. Она носит имя изобретателя вологодского масла Николая Верещагина. Молочные продукты из Вологды можно увидеть на прилавках магазинов обеих столиц. Подарочный вариант вологодского масла поставляется в дипломатические представительства страны. Известно Вологдо удивительным кружевом. Традиции и секреты вологодских кружевниц спустя века остались неизменными. Каждый год лучшие образцы выставляются на конкурс «Серебряная коклюшка». В руках вологодских мастериц обычная одежда становится произведением искусства. Вологодская область – лесной регион. Благодаря международным выставкам-ярмаркам, которые ежегодно проходят в Вологде, город оказывается в центре внимания российского бизнеса. Каждый декабрь на выставку «Российский лес» приезжают лесозаготовители и деревообработчики страны и зарубежья. Сегодня особое внимание уделяется льняной отрасли. Вологодская область становится ключевым центром по производству и переработке льна. Большие средства выделены на техническое перевооружение предприятий. Весенняя выставка «Российский лен» собирает огромное число участников. Сюда привозят образцы новых тканей. Для ткачей проходят обучающие семинары. Постоянные гости российского льна – известные модельеры. Главный символ Вологды последнего времени – строительный кран, возвышающийся над домами. Темпы жилищного строительства в городе с каждым годом растут. Строятся целые кварталы и комплексы. Ежегодно в эксплуатацию вводят сотни тысяч квадратных метров жилья. Экономическое благополучие позволяет городу поддерживать и развивать различные отрасли гуманитарной сферы. Вологда – крупный образовательный центр. Более 10% населения города – студенты. В городских вузах готовят педагогов, экономистов, инженеров, юристов. Местные профессиональные училища обучают высококвалифицированных рабочих. Высшие и средние специальные учебные заведения позволяют ребятам получить массу специальностей, не покидая родной город. Качественные медицинские услуги оказывают населению многочисленные учреждения здравоохранения, городская больница, родильные дома и поликлиники. Развивается в Володе массовый и профессиональный спорт. На стадионах, в бассейнах и спортивных залах закладывается основа здоровья горожан и будущих побед вологодских спортсменов. Многие из них не раз восходили на пьедесталы мировых и европейских первенств. Женская баскетбольная команда Чеваката представляет город на международных чемпионатах. Благодаря ее внушительным победам Вологда получила известность в спортивном мировом сообществе. Успешно выступает на чемпионатах России мужская футбольная команда «Динамо Вологда». Вологда сохраняет статус культурной столицы русского севера. Здесь берегут народные традиции. Их живое воплощение – уникальные памятники деревянной старины. Улицы образуют живописные ансамбли. В окрестностях города, в поселке Семенково, создан архитектурно-этнографический музей. Под открытым небом собраны десятки старинных домов. Я туда аж заскучила. Как разволновалась. Это одновременная экспозиция и концертная площадка. Жители города с удовольствием приезжают сюда. Становятся участниками народных праздников, ярмарок и представлений. Многочисленные музеи города сохраняют бесценные исторические свидетельства прошлого. В Вологодском Кремле находится Краеведческий музей-заповедник. Здесь собраны уникальные материалы по истории края. В музее «Мир забытых вещей» выставлены произведения искусства и предметы быта эпохи дворянской Вологды. В доме купца Самарина, памятники деревянной архитектуры, открыты экспозиции фотографий старой Вологды, по которым можно проследить, как изменялся облик города за последние сто лет. В уютном уголке Вологды, на берегу реки, стоит домик голландского купца – музей Петра Первого. Это одно из любимых мест горожан. Жители Вологды – большие поклонники областной картинной галереи. В ее стенах проходят выставки современных российских и зарубежных авторов. Недалеко от города находится мемориальный дом создателя первого русского самолета Александра Можайского. Благодарные волокжане чтут заслуги своих знаменитых земляков. В парках и скверах установлены памятники авиаконструктору Ильюшину, космонавту Беляеву. Вологда – город театральный. Здесь работают три профессиональных театра. Старейший из них – областной Вологодский драматический театр. Дорогие друзья! Добрый вечер! В Вологодский Кремль каждое лето гостеприимно встречает участников Международного театрального фестиваля «Голоса истории». На его подмостках вологодские театралы могут своими глазами увидеть лучшие театральные труппы не только России, но и зарубежных стран. В Вологжане – большие поклонники классической музыки. В памяти композиторе Валерии Гаврилине, родившемся на Вологодской земле, в областной филармонии проходит международный музыкальный фестиваль. Литературная жизнь города насыщена великими именами и событиями. Вологда подарила русской словесности целую плеяду писателей и поэтов. Константин Батюшков, Василий Белов, Николай Рубцов, Варлам Шаламов жили и писали в этом городе. Каждую осень на набережной реки у памятника Рубцову проходит музыкально-поэтический фестиваль. Пиши под крышей свою пещеру, в ней тихо очень. У города есть свой литературно-музыкальный музей, посвященный творчеству вологодских поэтов и композиторов. В 20 веке в Вологде сложилась оригинальная школа живописи. По картинам Владимира Корбакова, Валерия Страхова, Джанны Тутуджан можно изучать вологодскую самобытность. В честь выдающихся мастеров книжной графики супругов Бурмагиных названа одна из улиц в исторической части Вологды. В Вологжане народ серьезный, обстоятельный, но за этой северной сдержанностью открытый гостеприимный характер. Каждый год в конце июня жители собираются на площади, чтобы отпраздновать день рождения любимого города. Ярмарки, концерты, гуляния северяне умеют веселиться с размахом. На праздник приходят с семьей. В Вологжане любят гулять по родному городу. Особенно летом. Гостей неизменно удивляет обилие зелени на улице. Цветочные клумбы, старые деревья, чистые скверы делают город необычайно красивым и домашним. Резные палисады, деревянные дома, ухоженные дворы создают атмосферу городского уюта и спокойствия. Вологда один из редких городов России, где древняя старина и современная жизнь сочетаются так органично. Грозные цари и великие святители, предприимчивые купцы и герои всех прошедших войн оставили здесь свой след. В этом городе мудрость девяти веков. на ее основе строится новая жизнь города. Вологда сохраняет историю нашей страны и развивается вместе с ней. Она продолжает писать историю России здесь и сейчас. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Игорь Негода